Кажется, что после этого его цена против биткоина вырастет в два раза. Я думаю, что мы приблизились к финальной, самой сумасшедшей фазе. Я говорил о том, что в криптовалюту заходит очень много институционалов. И еще зайдут в январе, феврале и марте 2022. Поэтому эта фаза будет длиться намного дольше, чем все думают. Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди. Добро пожаловать в новое видео. Я уже достаточно долго слежу за Раулем Палем. И недавно он опубликовал новый брифинг, в котором он до сих пор уверен в будущем эфириума. И на этот раз прогнозирует, что вторую по размеру криптовалюту ожидает взрыв против цены биткоина в ближайшее время. По его мнению, это может произойти в ноябре-декабре этого года. И после этого цена эфириума вырастет вдвое против биткоина. Те, кто следит за обновлениями Рауля Паля, знают, что его главным аргументом является сравнение поведения цены биткоина в 2017 году с поведением цены эфириума в 2021-м. И до сих пор эти движения до жути точные. Если эта модель Рауля Паля будет продолжать повторяться, то эфириум ожидает рост на 300% на пике этого цикла. В этом видео Рауль Паль дает обновление по своей модели и говорит о состоянии рынка. Он также говорит о том, что эфириум повторяет прошлый цикл биткоина точно так же, как сейчас Солана и Тара повторяют прошлый цикл эфириума. Это очень интересно. А в конце этого видео я покажу тебе некоторую метрику для эфириума, а также для Соланы, ведь мнения различных институциональных инвесторов разнятся. Они до сих пор с удовольствием инвестируют в протоколы первого уровня, но кто-то из них ставит на эфириум. Как, например, Кати Вута, кто-то на Солану, как, например, канадский инвестор Чемат Полихопития. Но прежде чем мы начнем, я попрошу тебя поставить лайк. Давай наберем хотя бы 8000 лайков, это помогает каналу развиваться, а мне находить мотивацию для создания новых видео. И если ты впервые на этом канале, почему бы не подписаться, ведь здесь мы регулярно говорим о криптовалюте. Большое спасибо за поддержку. Я говорил об этом уже длительное время, о том, что график эфириума точно повторяет движение графика биткоина из 2017 года. Если их наложить, то ты удивишься, насколько практически идеальная копия. Я опубликовал твит на этой неделе о падении крипторынка, в котором написал, что это было ожидаемо, и в скором времени нас будет ожидать разворот. И мы его уже наблюдаем. Это даже жутко. Но есть множество факторов, о которых мы говорили, что декабрь будет очень позитивным. И сейчас самый главный график, по моему мнению, это график цены эфириума против биткоина. Сейчас эфириум стоит где-то 0,07 биткоина. На отметке в 0,08 эфириум вырвется из этого красивого бычьего вымпела, огромной фигуры, которая формировалась годами. Кажется, что после этого его цена против биткоина вырастет в два раза. На сегодня эфириум вырос на 480% от начала года, биткоин же на 200%. Это говорит нам о том, что что-то сумасшедшее вот-вот произойдет на рынке. Значит ли это, что остальные альткоины превзойдут эфириум? Возможно. Я думаю, что мы приблизились к финальной самой сумасшедшей фазе, которая обычно происходит под конец булрана. Как долго она будет длиться? Вот вопрос. И я знаю множество различных точек зрения насчет этого. Я говорил о том, что в криптовалюту заходит очень много институционалов и еще зайдут в январе, феврале и марте 2022. Новые хедж-фонды, все они зайдут. Поэтому эта фаза будет длиться намного дольше, чем все думают. И цены будут намного выше, чем все ожидают. После этой фазы, мне кажется, мы и вовсе окажемся в той точке, когда этот рынок будет традиционно считаться очень сильным. И эфириум станет его лидером. Просто посмотри на этот график эфириума сегодня, наложенный на график биткоина из 2017. Я слежу за этим сравнением больше года в Твиттере. Люди писали мне, ты нас обманываешь, эфириум это скам, я даже не буду на это смотреть. Я начал смотреть на закон Меткалфа, на кривую принятие технологий и внезапно понял. Эфириум сегодня выглядит точно так же, как биткоин тогда, в плане роста количества адресов и в то же время даже торгуются они по таким же ценам. И затем я решил наложить графики цены эфириума и биткоина друг на друга, и они оказались практически одинаковы. Этот график эфириума, кажется, повторяется биткоин с задержкой в один цикл. Что еще странно, что Солана и Тера повторяют эфириум тоже с задержкой в один цикл. Поэтому если эфириум повторит движение биткоина в конце 2017 года, то Солана и Тера тоже сделают то же самое. Это очень странно, но я думаю, что все дело в сетевом эффекте, который всегда действует одинаково. Конечно же, в какой-то момент в будущем они перестанут коррелировать. Однако сейчас эта корреляция просто жуткая. Что будет дальше? Метавселенная. Вот следующий шаг. Это приведет к новым инновациям в сфере децентрализованных финансов. NFT, очевидно, из-за развития метавселенной тоже не умрут. Такие протоколы первого уровня, как Солана, Аваланч и Тера, тоже привлекут еще больше внимания. Но я думаю, что если брать кривую принятия, то после всего перечисленного преимущество получат социальные токены, а затем уже и токенизация недвижимости. Остаток этого года будет за криптовалютами первого уровня и NFT. Знаешь, сейчас проводятся десятки тысяч экономических экспериментов. В режиме реального времени такого никогда не было в нашей истории. Раньше было как. Мы протестировали одну бизнес-модель, она провалилась, мы выучили урок и идем тестировать новую модель. Сейчас в криптосфере скорость инноваций и адаптирования к ним просто сумасшедшая, потому что каждый фокусируется только на своем. Есть группа людей, которая фокусируется на этом. Они смотрят, что делают все остальные, извлекают уроки, анализируют ошибки, затем приходит другая группа людей и делает контрольную работу. Мы никогда не видели такой скорости тестирования бизнес-моделей, потому что у нас никогда не было возможности привлекать капитал на эти эксперименты с такой скоростью. И с такой легкостью, что главное. Вот что дает криптовалюта. Криптовалютный рынок должен чувствовать себя хорошо в будущем, если не произойдет что-нибудь драматичное. У меня есть знакомые трейдеры, которые торгуют на традиционных рынках. На рынке евро, например. Они там заработали 4%. Да эфириум сегодня за час вырос на 6%. Вот почему криптовалюта будет привлекать людей. Соотношение риска к потенциальной прибыли на традиционных рынках просто невыгодно. Хочу показать тебе анчейн-метрику для эфириума и некоторых других криптопротоколов первого уровня. Многие влиятельные инвесторы, например Кэти Вуд из Аркинвест, выбирают именно такие криптовалюты для инвестиций. Причем они выбирают их с точки зрения количества разработчиков. По их же словам, инвесторы должны следовать за разработчиками. Поэтому Чамат Палихапития инвестирует в Солану, а Кэти Вуд из Аркинвест в эфириум. По их мнению, Солана и эфириум это лидеры. Давай сравним же эфириум и Солану в плане активности разработчиков. Эфириум здесь обозначен зеленым, а Солана с сиреневым. И хотя Солана за последние несколько месяцев сокращает разрыв, эфириум все еще остается лидером. Причем не просто в этой паре, но вообще всех криптовалют первого уровня. Второе, что я хочу показать, это предложение эфириумов на всех биржах. Как мы видим, несмотря на последнее падение курсов криптовалют, эфириумы активно забирали с бирж. Кто-то выкупал его падение и выводил куда-то себе на хранение. Если это продолжится в следующие 6 лет, то есть большой шанс, что предсказания Рауля Паля могут сбыться, и эфириум взорвется не только по отношению к доллару, но и по отношению к биткоину. На этом все, ребята, меня зовут богатейший Дин, напиши в комментариях, веришь ли ты в будущее эфириума, а может быть тебе кажется, что Солана его обойдет? Также не забудь поставить лайк, если видео было для тебя интересным или полезным, подпишись на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео, делись видео с друзьями, комментируй обязательно, богатей. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok